60 лет назад впервые поднялся в воздух самолет Ан-10. Являясь первенцем среди пассажирских машин УКБ Антонова, он стал первым в СССР лайнером с турбовинтовыми двигателями. Первым среди таких машин был запущен в серийное производство, первым вышел на линии аэрофлота, но и первым был снят с эксплуатации. Среди профессиональных авиаторов, авторов специальной литературы, да и у широкой общественности, этот самолет имеет противоречивую репутацию. Одни подчеркивают достижения, которых удалось добиться на этой машине, другие акцентируют внимание на недостатках, вызвавших быстрый уход десятки на покой. Приветствую на канале Проавиацию и сегодня мы попробуем разобраться в истории этого необычного самолета. В 1950-е годы мировая гражданская авиация переживала небывалый подъем. Объемы пассажирских перевозок неуклонно нарастали. На трассы все в больших количествах выходили новые машины, оснащенные газотурбинными двигателями. Самолет становился подлинно народным средством передвижения, и практически каждый работающий американец или европеец уже мог позволить себе воздушное путешествие. Современный самолет создал новое географическое измерение. Больше не осталось отдаленных мест. Мир уменьшился и стал единым. В Советском Союзе на авиалиниях пока использовали самолеты только с поршневыми двигателями. Авиабилеты были дороговаты, количество рейсов и маршрутов недостаточным. Начиная с 1954 года в УКБ Туполева рекордными темпами шло создание реактивного Ту-104. Но в то время в СССР было лишь несколько аэропортов, способных принимать столь революционную машину. А время требовало связать с помощью современного воздушного транспорта не только столицу с республиканскими или областными центрами, но и наладить межрегиональное и внутрирегиональное сообщение. В УКБ Антонова первый проект пассажирского самолета подготовили в 1954 году. За основу взяли оснащенный турбовинтовыми двигателями военно-транспортный самолет Ан-8. Новая машина была рассчитана на перевозку в комфортабельном салоне 57 человек и не отличалась особой требовательностью к аэродромам. Олег Константинович считал, что такой самолет позволит каждому советскому гражданину широко им пользоваться, а билет на рейс будет стоить не дороже, чем плацкартный билет на железной дороге. Летом 1955 года в Киев приехал первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев, который в то время совершал много поездок для знакомств с трудовыми коллективами. Его визит в УКБ Антона уносил особый характер, ведь еще в 1948 году Никита Сергеевич открыл широкую дорогу Ан-2, приложив все усилия для запуска его в серию. Он же уговорил Олега Константиновича перебраться из Новосибирска в Киев. Особый интерес у Хрущеву вызвал полноразмерный макет нового самолета. Вероятно, Антонов ожидал такую реакцию и именно в тот момент изложил идею очень близких по конструкции пассажирского и военно-транспортного самолета. Для страны, лишь 10 лет назад пережившей разрушительную войну, предложение создать самолеты-близнецы выглядело очень привлекательно. Такой подход позволял значительно удешевить оба проекта, получить не только необходимый для вооруженных сил транспортник, но и современный пассажирский самолет, который при необходимости также можно было превратить в военно-транспортный. Не будем забывать, что холодная война заставила страну тратить все больше ресурсов на вооружение, а тут получалась явная экономия. Такая идея не могла оставить Хрущеву равнодушным, и благодаря ей вскоре появились Ан-10 и Ан-12. В сентябре 1955 года состоялось заседание правительства СССР, на котором были приглашены руководители самолетных и двигателестроительных ОКБ. На повестке дня стоял вопрос о дальнейшем развитии гражданской авиации. В своем выступлении Хрущев поставил несколько задач, и в том числе коснулся создания универсального самолета, который можно было использовать как грузовой, так и пассажирский. Патриарх отечественного самолета строения Андрей Николаевич Туполев заявил, что сможет создать транспортный самолет на базе Ту-104. Действительно, в 1958 году был создан Ту-107, но решать весь комплекс задач, возлагаемых на военно-транспортные силы, он не мог. Сергей Владимирович Ильюшин, в распоряжении которого был мощный коллектив, обладавший опытом создания военной и гражданской техники, а также машин двойного назначения, посчитал саму идею универсального самолета нерациональной. «Универсальный самолет – это все равно, что утка», – сказал он. «Она все умеет – ходить, плавать, летать, и все умеет плохо. Такой самолет я делать не буду». К Антону предложение Хрущева вернулось бумерангом и просто не могло вызвать у него отторжение. Для молодого ОКБ создание такой машины было дело очень ответственным, почетным, но в какой-то мере рискованным. В случае успеха фирма прочно занимала места в рядах советского авиапрома, а в случае неудачи могла пойти под ликвидацию. Такие примеры были, достаточно вспомнить историю ОКБ Владимира Михайловича Мясищева. К проектированию нового самолета в ОКБ Антонова приступили с энтузиазмом, стараясь воплотить в жизнь популярный в те годы лозунг «Летать выше всех, дальше всех, быстрее всех». Однако сам Антонов относился к подобным стремлениям очень осторожно. «Это неплохо, но главное, чтобы самолеты хорошо служили народу, были надежными, высокорентабельными», – говорил он. Олега Константиновича очень беспокоило отсутствие у фирмы опыта создания лайнера с таким большим герметичным фюзеляжем. Чтобы избежать крупных ошибок, он обратился к Туполеву с просьбой ознакомить его подчинённых с уже отработанными конструкторскими решениями. Тот с уважением отнёсся к просьбе коллеги и предоставил киевским конструкторам документацию по Ту-16 и Ту-104, что способствовало успешной постройке Ан-10 в сравнительно короткие сроки. Несмотря на то, что создаваемый самолёт был пассажирским, его аэродинамическая схема, поперечное сечение фюзеляжа, основные проектные параметры крыла, оперение шасси определялись преимущественно исходя из военно-транспортного назначения, его близнеца Ан-12. Ведь при тогдашнем развитии аэродромной сети в СССР, как пассажирские, так и транспортные варианты должны были эксплуатироваться с одинаково коротких, относительно малоподготовленных, а зачастую и вовсе грунтовых взлётно-посадочных полос. Для таких условий эксплуатации многие особенности Ан-10 подходили практически идеально. В первую очередь это касается расположения крыла наверху фюзеляжа. На низкоплане, рассуждал Антонов, имея в виду вероятно Ил-18, мотогондолы приходится размещать над крылом, а на высокоплане их можно расположить под ним. Это дало возможность повысить общее аэродинамическое качество самолёта и при равных полётных массах снизить расход топлива. Кроме того, высокое расположение двигателей позволило удалить воздухозаборники и лопасти винтов на значительное расстояние от земли, благодаря чему вероятность их повреждения частицами грунта и посторонними предметами резко понизилась. Соответственно, повысились долговечность и надёжность работы силовой установки, а также безопасность полётов с плохих аэродромов. Слабо оборудованные аэропорты областных центров отличались ещё одной особенностью. Пассажиры там зачастую проходили по перрону к самолёту пешком, образуя плохо управляемую группу людей, но даже самым недисциплинированным из них не грозила опасность попасть под вращавшийся винт ТН-10, так как законцовки лопастей проходили на высоте около двух метров от бетона, а различные автомашины могли свободно проехать под крылом, что позволило более плотно располагать самолёты на стоянках. Фюзеляж огромного по тем временам поперечного сечения, определённого из условий перевозки в военной технике, позволил антоновцам обеспечить пассажирам Ан-10 невиданный ранее комфорт. Олег Константинович говорил, «Наш коллектив задался целью создать такой самолёт, чтобы полёт на нём был не только неутомительным, но даже приятным. Пассажиры, прилетев к месту назначения, должны чувствовать себя бодрыми. Этому способствовали размеры всех салонов и других помещений, особенно их высота – 2,5 метра и цветовая гамма-отделки». Борта фюзеляжа были обтянуты лёгкой негорючей тканью, нижние жёсткие панели оклеивались пластиком светло-кофейного цвета. При этом создавалось впечатление зала и исчезало обычное для самолётов ощущение тесноты. Мягкие кресла с удобной регулировкой наклона спинки, а также индивидуальное освещение помогали сохранить хорошее самочувствие и настроение воздушных путешественников. Также благодаря верхнему расположению крыла из всех окон открывался одинаково хороший вид. В подпольном пространстве фюзеляжа удалось организовать достаточно большие отсеки для багажа и почты, объёмом около 20 метров кубических. Грузы там фиксировались ремнями и сетками к стенкам отсеков, а погрузочные люки, сделанные по правому борту, находились на небольшой высоте от земли. Всё это позволяло осуществлять одновременную посадку пассажиров и погрузку багажа, без использования дополнительных приспособлений. В правительственных документах предписывалось создать самолёт Антонов Ан-10 с турбовинтовыми двигателями – конструкция ОКБ Кузнецова или Ивченко. Таким образом, конструкторы двигателей оказались тянутыми в необъявленный конкурс, результаты которого отразились бы на будущем самолёте. Базировавшаяся в Куйбыше ОКБ Кузнецова в то время уже обладала значительным опытом в разработке турбовинтовых двигателей. Всего год назад этот коллектив добился значительного успеха, создав сверхмощный НК-12 для Ту-95. Теперь Кузнецов намеревался заняться двухконтурным турбореактивным двигателем для тяжёлого бомбардировщика М-50, что отодвигало гражданскую тематику на второй план. Однако после состоявшегося в сентябре 1955 года заседания правительства он несколько раз пересмотрел эти планы. За разработку турбовинтового двигателя, получившего обозначение НК-4, взялись лучшую умы КБ Кузнецова. НК-4 стал любимым детищем Кузнецова, в кабинете которого ещё долгое время висела компоновка этого двигателя. Средний расход топлива получился низким, в зависимости от режима полёта 500-850 кг-ч. Сам двигатель технологичным и лёгким. Масса без винта 970 кг. Его длина составляла 2,5 метра, а диаметр около 1 метра. Эти характеристики выглядели очень впечатляюще. Однако внедрённые в НК-4 инновации оказались недостаточно исследованы, что впоследствии негативно сказалось на его надёжности. Запорожская УКБ Ивченко только пыталась войти в мир создателей двигателей нового типа. Главный конструктор отчётливо понимал, что соревноваться с коллективом Кузнецова будет нелегко. Выбора в такой ситуации фактически не оставалось, и конструкторы взялись за дело с высочайшей самоотдачей. График был жёсткий, приходилось работать по 16-18 часов в сутки, без выходных и праздников. Поскольку двигатель, получивший обозначение АИ-20, предназначался для пассажирских перевозок, то ставку решили сделать на простоту его конструкции и надёжность в эксплуатации. «Мы пошли по пути создания солдатского двигателя», подчёркивал Ивченко. Он допускает даже то, что вы по нему лазите грязными сапогами. Принимались также специальные меры по увеличению ресурса нового изделия, что в свою очередь усиливало его экономическую привлекательность. Двигатель получился тяжелее на 200 килограмм, чем у Кузнецова, длиннее на 645 миллиметров, но почти на 100 миллиметров меньше в диаметре. Расход топлива тоже был чуть больше, варьировался от 650 до 1040 килограмм в час. Когда были готовы проекты двигателей НК-4АИ-20, то их представили на утверждении в Центральном институте авиационного мотостроения. Первым докладывал Кузнецов, а за ним Ивченко. В результате было принято решение построить оба двигателя, а по итогам испытания определить, какой из них запустить в серию. Оба двигателя прошли успешно госиспытания и были готовы к серийному производству. В коллективе Антонова НК-4АИ-20 имели своих сторонников и противников. Доводы обеих сторон выглядели весьма убедительно, и тогда Олег Константинович принял Соломоново решение. Пассажирскую машину построить с НК-4, а военно-транспортную с АИ-20, и по результатам испытания определить, какому варианту силовой установки отдать предпочтение. За рекордные 15 месяцев создали самолет, и 7 марта 1957 года впервые подняли в воздух опытный АН-10 с аэродрома Киевского авиазавода в Светошино. Посадку самолет произвел на военном аэродроме в Борисполе. Опытный АН-10 получил собственное имя – Украина. Его салон был украшен видами украинских городов – Киева, Запорожья, Харькова, Полтавы, Каховки. Надо сказать, что надпись «Украина» на борту опытного АН-10 красовалась недолго, так как московские политики углядели в этом некое проявление украинского национализма. Заводские испытания продолжились до 25 июня 1958 года. За этот период было выполнено 80 полетов, общей продолжительностью 95 часов 38 минут. Первые полеты АН-10 показали, что самолет обладает недостаточно путевой устойчивостью. Об этой неприятности аэродинамики предупреждали еще на этапе расчетов и предлагали увеличить площадь вертикального оперения. Теперь самолет пришлось лечить, существенно увеличив форкиль и установив на концах стабилизатора вертикальные шайбы. А в дальнейшем площадь шайб несколько уменьшили, а сам киль увеличили, и в такой конфигурации самолет пошел в серийное производство. Немало головной боли создателям АН-10 доставили двигатели НК-4. При всей своей передовой конструкции они требовали многочисленных доработок, для выполнения которых часто приходилось останавливать полеты. Заводские испытания затягивались. На этом фоне двигатель Ивченко показал себя более надежным. К тому же в его поддержку выступало правительство Украинской Советской Социалистической Республики, заинтересованное в создании высокотехнологичных предприятий на родине. Антонову предстояло сделать окончательный выбор, но он продолжал колебаться. И вот однажды из Запорожья пришла необычная телеграмма от уставшего ждать Ивченко. Пока солнце взойдет, роса глаза выезд. Это лаконичное послание стало той каплей, которая перевесила чашу весов в пользу АИ-20. В 1958 году в биографии десятки начался очень важный этап. Опытную машину передали на госиспытания. По принтой в СССР практике они проходили на аэродроме Чекаловске. К тому времени там уже занимались Ил-18. В январе 1959 года прибыл первый серийный Ан-10, который также задействовали в госиспытаниях. Они успешно завершились и 13 июня того же года самолет получил добро на регулярную эксплуатацию в гражданской авиации. Начало регулярной эксплуатации Ан-10 проходило вполне благополучно. Экипажи высоко оценивали машину. К тому же работать на новом лайнере было очень престижно. Нравился самолет и пассажирам, многие из которых впервые путешествовали на борту воздушного судна. И были приятно удивлены комфортом его салонов и обходительностью привлекательных стюардесс. Десятки трудились, невзирая на погоду и все еще плохие аэродромы. Объемы перевозок стали стремительно нарастать. Все это происходило в эпоху социального оптимизма, когда казалось, что пути развития советского общества будут только победы и новые достижения. Поэтому то, что произошло чуть позже, стало настоящим шоком для всех, кто был связан с программой Ан-10. Гром грянул 16 ноября 1959 года. При заходе на посадку в аэропорту Львова в сложных метеоусловиях потерпел катастрофу Ан-10. Самолет снижался в облаках в условиях обледенения. Экипаж не смог справиться с неожиданно возникшим на малой высоте пикированием. Все находившиеся на борту погибли. Причина катастрофы, несмотря на догадки, установлена не было. Тем более, что регистраторов параметров полета или же черных ящиков, которые бы могли облегчить эту задачу, тогда еще на самолетах не было. На Ан-10 их начали ставить только с января 1969 года. Полеты Ан-10 при этом продолжились. Но всего лишь через три с небольшим месяца, 26 февраля 1960 года, опять же в аэропорту Львова произошла катастрофа Ан-10А. Происшествие случилось практически в том же месте, при тех же атмосферных условиях и сопровождалось аналогичным поведением самолета. Стало понятно, что без точной установки причин эксплуатацию самолета продолжать нельзя. А в этот раз уже полеты Ан-10 были приостановлены. Началось расследование. Оказалось, что и другие экипажи уже сталкивались со стремлением самолета войти в пикирование. В подобных условиях первой версией причин катастрофы стала версия неисправности системы управления. Одновременно с ее проверкой разрабатывалась другая версия происшествия, связанная с находкой на частях стабилизатора упавшего самолета остатков льда. Впоследствии этот вариант стал главным, и на его основе после проведения целой программы испытательных полетов было смоделировано и изучено опасное явление, ставшее причиной двух катастроф и получившее название аэродинамический клевок. Конструкция крыла и стабилизатора Ан-10, как позже выяснилось и ряда других самолетов, как наших, так и зарубежных, способствовала возникновению этого явления в условиях обледенения. Суть его в том, что при выпущенных закрылках растет скос потока за крылом, а значит и углы обтекания на стабилизаторе. Лед, появляющийся на носке стабилизатора, уменьшает его критический угол атаки до такого момента, когда на его нижней поверхности возникает срыв. Стабилизатор быстро теряет эффективность и самолет резко наклоняет нос, то есть клюет. Сказалось ускоренное проведение эксплуатационных испытаний, при которых явлению обледенения было уделено слишком мало времени. Оказалось, что все Ан-10, если так можно сказать, летают по лезвию бритвы. Для продолжения эксплуатации на всех Ан-10 были проведены оперативные доработки. Во-первых, установили новую противообледенительную систему носка стабилизатора с тепловыми ножами. Во-вторых, было обеспечено освещение проблемных зон стабилизатора для возможности их осмотра. Также был уменьшен размах закрылков примерно на полметра и угол выпуска закрылков на посадке 45 до 33 градусов, с рекомендацией уменьшения этого угла в условиях обледенения. С июля 1960 года эксплуатация Ан-10 была продолжена. В начале 1961 года количество пассажиров, перевезенных на Ан-10, превысила 1 миллион. Подорванный авторитет восстанавливался. Этому способствовали показательные акции, такие как длительный полет с тремя выключенными двигателями, показ самолета на параде в Тушино 9 июля 1961 года и полеты на станцию Северный полюс 8 для доставки груза, в помощь уборки урожая и многое другое. В итоге эксплуатация Ан-10 становилась все более интенсивной и зачастую значительно более тяжелой, чем у его соперников. Вот что сказал как-то председатель аэрофлота начальнику конструкторского отдела УКБ Антонова. Машина одинакового класса, но Ил-18 садится на хороших аэродромах, и на них меньше шансов для всяких неприятностей. А в случае надобности можно совершить оперативный ремонт. А вашу десятку мы гоняем по всяким дырам и всегда боимся, чем это кончится. Однако результат такой интенсивности не заставил себя долго ждать. Конструкция, что называется, начала сыпаться. Все больше появилось трещин на различных элементах, в том числе на силовых, появились трещины на обшивке крыла в хвостовой части и в районе центроплана, в районе топливных баков, что вызывало течь топлива, деформировались пороги люков и дверей. Выходило множество бюллетеней УКБ Антонова, согласно которым выполнялись ремонтные работы. И хотя конструкция от серии к серии совершенствовалась, но проблемы, связанные с детскими болезнями, давали о себе знать. Были проблемы с выпуском шасси, при этом зафиксировано всего две посадки на брюхо. В одной из них техника оказалась ни при чем, экипаж из-за несогласованных действий просто не выпустил шасси. Во втором случае причиной выхода шасси стал отказ гидросистемы. В обоих случаях самолеты получили минимальные повреждения, были восстановлены и продолжили летать. Ведь Ан-10, как бы это непривычно не звучало, был неплохо приспособлен для посадки на брюхо. Это только, так сказать, некоторые характерные катастрофы. А вообще, до мая 1972 года, с начала эксплуатации, то есть с весны 1958, было потеряно в катастрофах 8 машин и 3 без гибели людей. 11 самолетов одного типа за 14 лет. Впечатляющая цифра, но она не стала решающей судьбе этого самолета. Тем более, было с чем сравнить. Ту-104, ставший в определенном смысле государственным символом, за этот же период времени оказался главным участником как минимум в 16 тяжелых летных происшествий, из которых 12 катастрофы. Ил-18 за этот же период потерпел 16 катастроф. Несмотря на имеющиеся проблемы, Ан-10 продолжал свою активную летную жизнь. А в общем-то, это был уникальный для своего времени и в нужный момент появившийся самолет. К началу 70-х он стал самым рентабельным самолетом аэрофлота, державшим первое место по пассажирообороту. Лидерство это, правда, было под серьезной угрозой. Продолжалось необъявленное соперничество с Ил-18. Ан-10 имел, к сожалению, небольшую дальность полета, и главным районом его эксплуатации оставалась европейская часть Советского Союза, из-за достаточно большой сети аэродромов там. При этом Ил-18 постепенно осваивал все новые трассы в Средней Азии, Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, постепенно нивелировалось главное преимущество антоновской машины – возможность эксплуатации из грунтовых аэродромов. Во-первых, согласно решениям правительства, шла активная модернизация аэродромной сети. А во-вторых, сама такого рода эксплуатация наносила ощутимый вред самолетному парку – Ан-10. Тем не менее, перспективы дальнейшей эксплуатации самолета ОКБ Антонова оценивали как хорошие. Дальнейшую судьбу несчастливого Ан-10 определила дата 18 мая 1972 года. А именно, в этот день на подлете к аэропорту Харькова при снижении в районе третьего разворота произошло разрушение самолета Ан-10а в воздухе. Обе консоли крыла сложились вверх, затем полностью отломились. Оставшийся фюзеляж при падении тоже разрушился. В результате катастрофы погибли все, кто был на борту, а это 122 человека. По заключению правительственной комиссии, причиной всему стало разрушение в воздухе центроплана, разрыв его самой нагруженной нижней панели из-за наличия многочисленных усталостных трещин в стингерах и обшивки, которые появились и росли в процессе эксплуатации. Подтверждение этому как прямых, так и косвенных было обнаружено достаточно, непосредственно на месте катастрофы и в процессе дальнейшего расследования. А в дальнейшем при проведении экспериментальных работ в интересах расследования специалисты выяснили, что у поврежденных силовых элементов все же был достаточный запас прочности, чтобы не развалиться в условиях нормального полета. То есть для катастрофы нужна была дополнительная перегрузка, возможно превышающая расчетную. Поэтому в заключении комиссии было сделано дополнение о том, что самолет непосредственно перед происшествием подвергся действию большой перегрузки, возникшей из-за комплексного действия атмосферных возмущений и управляемого маневра. То есть часть вины все же пытались пихнуть на экипаж. Некоторые высокие начальники на инструктажах летного состава даже напрямую обвинили летчиков в неправильных действиях. Но как бы там ни было, коренная причина произошедшего была ясна и нужно было принимать решение. Сначала полеты всех Ан-10 были приостановлены. Было выдвинуто предложение о полном запрете эксплуатации. Представители аэрофлота предлагали оставить в работе наиболее новые самолеты с налетом до 10 тысяч часов. Исходя из того, что усталостные трещины появлялись при большом налете. Однако в августе 1972 года правительственная комиссия на основании всех имеющихся материалов расследования приняла решение о снятии всех Ан-10 с эксплуатации на линиях аэрофлота. К тому времени часть самолетов уже были списаны по тем или иным причинам. В живых осталось 67 бортов. Решено было 40 единиц из 67 списать и утилизировать. 25 единиц позже передали в Министерство авиационной промышленности. Они должны были после проведения всех необходимых доработок конструкции производить грузовые перевозки для обеспечения работы авиазаводов. Однако эти самолеты летали мало, доработки на многих из них так и не были проведены, и к 1975 году они уже больше не поднимались в воздух. Часть оставшихся самолетов позже передали в музеи, один из них стоит сейчас в Монино. Некоторые превратились в развлекательные комплексы и детские кинотеатры, такие как, например, детский кинотеатр «Антошка». Вот как бывает, всего 15 лет эксплуатации, такое бурное и радужное начало и такой бесславный конец. Вполне вероятно, что самолет мог бы быть успешно доработан, и планы такие были, но ответственность никто за это не хотел на себя брать. Даже сам глава ОКБ Олег Константинович Антонов. Самый главный урок, который отечественная авиационная наука извлекла из трагической судьбы Антоновской десятки, заключается в осознании того, что безопасность эксплуатации самолетов по условиям усталостной прочности требует реализации новых подходов. В первую очередь, уже применяемого за рубежом принципа создания безопасно повреждаемых конструкций. Необходимо также, чтобы возможные места проявления усталостных повреждений были бы доступны для осмотра, а сами трещины могли бы своевременно обнаружены. В 1976 году требования живучести были внесены в основные отечественные нормативные документы, регламентирующие создание авиационной техники. Судьба его собрата, практически близнеца Ан-12, сложилась значительно более удачно. Почему так случилось? Сложно ответить однозначно, но можно предположить. Ан-12 – самолет, предназначавшийся для, так сказать, другого ведомства и там же использовавшийся. А в этом ведомстве во многом отличаются условия эксплуатации. Другое отношение, другое финансирование, наконец, не та интенсивность, да и пассажиры не те. Создается впечатление, что к Ан-12 относились как бы с большим вниманием, ведь даже запланированное изначальное количество Ан-10, 215 штук, так и не было выпущено. Построили всего 108 единиц с 1957 по 1960 год. А всё потому, что Воронежский завод отдали под выпуск Ан-12 в целях быстрейшего оснащения военно-транспортной авиации транспортно-десантными самолетами. Все доработки, которые на Ан-10 запаздывали по каким-либо причинам, на транспортники выполнялись обязательно. После вывода из эксплуатации Ан-10 и их разборки были проведены исследования снятых крыльев при участии ЦАГИ. На базе УКБ Антонова также были разобраны и исследованы два Ан-10. Все проблемные зоны, как существующие, так и вновь найденные, были проработаны. На основании этих исследований были внесены необходимые изменения в конструкцию Ан-12. Ан-12 летает и по сей день, а об Ан-10 многие уже и не помнят. Ещё больше людей о нём не слышали никогда. Самолет появился очень вовремя, пролетал 15 лет, а выполнил кучу чёрной работы и ушёл. Почти так же быстро, как и появился. Надеюсь, я смог пересказать историю этого лайнера тем людям, которые с ним знакомы и познакомить с этим самолетом людей, которые о нём не слышали. Ведь именно он в нашей стране сделал полёты в своё время безопаснее и дал бесценный опыт на годы вперёд. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова